Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди, через несколько километров, река Паньгама. Паньгама, Паньгама. Грозовые облака. Дорогу отремонтировали, пока еще не маркировки, не разметки. Работа, видно, проделана серьезная, большая. Молодцы дорожники. Сориентирую, значит, это трасса Р-21, Кола. Мне надо было первый день остановиться. Там была эмитория, где стоял Митланд. Карелия. С левой стороны озеро Волино-Ламбино. Река, по которой сейчас будем проезжать Паньгама. Ну вот, отключил радар-детектор. Как-то более комфортно стало. Вот эта река. Проехали. Ну, по карте смотрю. С правой стороны болотистое место. Как там будет граница полярного крова. С левой стороны тоже, в двух-трех километрах, начинается болото. Вот сейчас у меня волнение о том, правильно ли я еду. Ну, давно, когда я ездил, была альтернативная дорога. Тут шло строительство. Просто было очень тяжело проехать. И поэтому организовали дублёр. И вот дублёр на дублёре не было. Не было полярной стеллы. И вот сейчас у меня сомнение, волнение, правильно ли я еду. Хотя навигатор... Вот шум асфальта, он перебивает разговор в салоне автомобиля. С правой стороны походу впереди озеро... Развертку ещё не успели нанести, но это дело... Озеро Коржино. Кор-жи-но. Ну, уже не очень далеко до первой знаковой точки стеллополярный круг. Ну, у меня под одним названием знаковая точка. Это Эстелла и сам город Мурманск. Казима. Что такое Казима, я не знаю. Что такое Казима, я не знаю. На карте тоже найти не могу. Казима. Казима. Так, с левой стороны километрах, ну, наверное, в семью в восьми... Хориз-озеро. 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 Так что особо не сердитесь то, что не все населённые пункты, которые находятся не очень далеко... Я понял, что ось пришёл на дорогу. Ночью я двигался. По-моему, он где-то на ветер. На стоах. То, что карта уже устаревшая. Километров через пять слева по ходу будет озеро Лунука. И. Вам было невозможно. Поехали dice.. Прекс. В. Поехали. У. Скорость стабильная 87 это режим круиз-контроля. Ну вот по трассе Р-21 будем из Мурманска возвращаться, еще раз по ней проедем. Другого варианта просто нет. Так что по некоторым участкам придется проезжать дважды. В центральной части России на Урале буду выбирать варианты такие, чтобы по трассе дважды не проезжать, выбирать другие пути объезда. Вы видите через какие древние горы проходят дорога, горы уже рассыпаются. Ну вот с левой стороны примерно в 500 метрах слева по ходу озеро Лумука. И приближаемся к границе между Кемским и Лаухским районами. Постоянно провожу мониторинг мобильной связи. Ни теле 2, ни мегафона. Ну временами появляется, где-то небольшие островки есть. А так связь отвратительная просто. Теле 2 тоже нет. Поздравляю. Вот участок, где нет никакой связи. Ни теле 2, ни самый такой покрывающий, с хорошим ровненьем даже у мегафона. Нет, ни телефонной связи, ни интернета. Ни фига нет. Я уже не говорю про МТС, про Глайн, которые только в городах работают. На мой взгляд, хорошо. Так вот. Из-за того, что есть связи, наверное... Ну вот проехали границу Лаухского района и Кемского района. Ну что, что здесь видишь, расскажи. Кто едет, куда едет, зачем едет? Ты едешь Магадан. Какой Магадан? Ну ты посмотри, куда я еду. По Главком называется. Не знает куда. Кто едет? Ты. А куда я еду? Тоже мне. В Мурманск. Тоже мне. Ну да. Ну зачем? Чтобы от Мурманска в Магадан поехать. А чего Магадан я забыл? Ну ты ж мечтал проехать всю Россию. У тебя ж мечта была. Ну да. Откуда знаешь? Папа рассказывал. Да. Ну вот мечта сбылась. Угу. А какая машина? Шкода. 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 Октавин. Правильно. Это мой помощник. Главком. Главнокомандующий. Ты. А. Хе-хе. Сам себя не знаю. Ну да. А это в середине Магадана? О господи. Какой Магадан? Ой. Ты в середине Мурманска? Ну это что дороги? Мурманск это кто? Это что? Дорога. Мурманск. Город такой. Город. О господи. Иди отсюда. Город. Да нет. Позоришь меня только. Хе-хе-хе. 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 Ну ты не знаешь что это Мурманск это город. Хе-хе-хе. Знаю. На дороге едем. Знаю. Знаю. Знаешь. А что ты скажешь дорогу? Стыдума какая же. Горько стыдно. Хе-хе-хе-хе. Наши родилые облака. И что может это говорить? Кто это говорит? Я не знаю. Ты. Я слышно. Конечно слышно. Хе-хе-хе-хе. А ну. Обратите внимание на его. Привет. На его практически нет. Очень мягкая дорога. Видишь какая дорога хорошая. И разметка. И обочина. И ровная дорога. И леса вокруг. Леса вокруг. Это республика Карелия называется. Карелия. Это Карелия. Южная Карелия. Да какая Южная Корея? Хе-хе-хе-хе. Карелия. Я сказал. Южная Карелия. Нет такой Южной Карелии. Хе-хе-хе. Есть просто Карелия. Все. А есть Южная Карелия? Это у тебя на твоей карте. Хе-хе-хе. Интернета по краям нет. Интернета нет. Видишь какие скалы по краям. Кто-то взял. Газ начал. Кто-то взял. Написал на них. Нарисовал. Вандалы. У нас лифт. У нас около лифта уже написали. Да? Ну да. Глупыши. В уголах ставить надо. Угу. Что это только не делай. Все нарисовать будем. В тюрьму посади. И все. Или в путешествие тебя отправить. Да. Это наказание будет. Да. В путешествие отправить это нам наказание. Нет. Это без машины. Пешком что ли? Да. Идет идет в Магадан. Сколько лет будет идти? Не знаю. Мне кажется 10 лет. Ну не 10 лет. Года 2 наверное будет идти. Да вряд ли. Потому что это очень далеко. Ну если бежать. Ну тогда ладно. Может 2 года пройдет. И он доберет. Так. Подъезжаем к реке. К мосту. Река Кузима. Кузима. С левой стороны начинаются. Начинаются озера. Там остров Кубарко. Назвать озером наверное сложно. Потому что и заболоченность есть. И открытая вода. Расход бензина 5,7. Тоги на 228 км. А ты почему приехал со мной? А как я могу с тобой поехать если я в Турцию был? Средняя скорость 63. Очень легко. Прилететь к тебе и отправиться домой в путешествие. Ага. А нам скоро. Запас хода. Думай пусть сидят. В Турции? Да в Турции. А как я по твоему? От аэропорта? Пешком. Как ты умеешь говорить. Иди отсюда. Ладно государь. Государь. Это мой главком. Мой внук. Славный мальчишка. Так. Подъезжаем к мосту через реку Кузима. Вот в низине вот этот мостик. Ну а далее слева и справа очень много мелких озер. Ну наверное назвать озерами их сложно. Просто большие лужи. Часть из них заболочена. С правой стороны километрах в питье озеро Рага. Ра-га. Или Рага. Напомню, что это Карелия. Трасса Р-21. Федеральная трасса Р-21. Кола. С правой стороны. Ван Гозеро. Ван Гозеро. Ван Гозеро. В общем, название своеобразное. Если кому интересно, откройте карту Карелии. И посмотрите название населенных пунктов. Название этих водоемов, озер, рек. Вообще край очень интересный. Просто очень. И, я думаю, со временем много сюрпризов вам принесет. Много открытий. Смотришь на такую дорогу. Вот здесь, может быть я ошибаюсь, зеленоватый оттенок холодна. Едешь по ней, просто душа радуется от таких дорог. Но есть дороги, где ярко выраженный цвет зеленый. Хорошее место оттенок холодна. Может там птические облады. Я ездил по трассе Кола и летом, и весной, и зимой. Должен сказать, что комаров особо я тут не наблюдал. Не то, что в Тюмени, там комары просто заживо могут сожрать. Здесь этого нет. С правой стороны, километров в четырёх, озеро называется Узкая Ломбина. На карте видно, что местность сильно заболочена. Есть небольшие связи со спутниками озёра. Ну, вот видеорегистратор Трендвижн чем радует? Он почти моментально устанавливает связь со спутниками и позиционирует практически в любом месте. Там антенна выносная, но я её из салона автомобиля не вытаскивал. Она на зеркале висела маленькая такая со спичечной коробок. Коробочка. Я обмотал кабель вокруг зеркала заднего вида, и её, эту антенну практически не было видно. Но спутники ловят очень шустро. По-моему, самое отмительное время, когда Трендвижн не мог поймать спутников, но это меньше минуты. А так 5-10 секунд и... Водят в заграждение людей. Давным-давно... ...воззнаки нужно было убрать. Трендвижн... ... Deixa я их оставить тут. Продолжение следует... 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 Вот мотоциклисты, которые раньше меня обогнали, вот сейчас стояли с правой стороны и отдыхали. Иди смотри и молча. Хотите, оставите себе память, но в конце концов положите пирамиду. Стоянка с левой стороны хорошая. Хорошая полянка. Асфальт. Очень много слева и справа. Соберите пирамиду, там, я не знаю, ленточку в конце концов провяжите. Вон какие пирамиды стоят. Обалдеть, да? Так, еще баланс. Вот реакция, ребята, найти. Тихо. 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 Пирамиду, Тихо. Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Первое Ноктево и второе Ноктево. Ну, наверное, озера рыбные, потому что заболоченных мест не видно. Не знаю. Вообще, то, что озера рыбные, наверное, маловероятно. Все-таки север, озера, я думаю, промерзают насквозь. Табочина светло-коричневая. По одной дороге. Наверное, самовнушение, но, мне кажется, имеет слегка-слегка зеленоватый оттенок. Удив у меня созрели что-то. Вот в Тюмени тоже очень много, очень много красивых озер. Ну, я разговаривал с людьми, они говорят, что там рыбы нет. Озера не рыбные, поскольку озеро промерзает насквозь зимой. Вот она, красота. Годами, может быть, десятилетиями стоят. И не разрушаются, если не больше. Какой-то смысл в них есть, какая-то информация в этих пирамидках заложена. Ведь даже вандалы, которые разрисовывают, расписывают, эти пирамидки не рушат. Боятся, наверное, поэтому и не рушат. Наверное, боятся. О! Ладно, попробую, если не забуду, на привале в интернете поискать. Что это означает? Мурманск 420. Мурманск 420. Мурманск 520. 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 С левой стороны озеро Венгели, затем озеро Пертозеро, затем озеро Нален, озеро Кати и озеро Кереть, это с левой стороны походу очень много озер. Пока обрабатывается видео, получил сообщение, сейчас я его зачитаю. Пользователь Сергей Трошин, но критическое по существу замечание, пишет, извините, Александр, но я опять с критикой задумываю на 5 с плюсом, исполнено на 3. Во-первых, нужен был более информативный регистратор, отображающий ближайшие пункты и высоту над уровнем моря, это уже не исправить. Есть такой видеорегистратор, DataCom 5, по-моему, но меня не устраивала его память. Там одна карта на, по-моему, на 128 гигабайт, это крайне мало. Поэтому я отдал предпочтение DataCom 6 Max, там две карты, в нем по 128 гигабайт. Так, во-вторых, очень короткие видео. Если плейлист Москва-Мурманск, то видео должно быть. Первое, Москва-Вышний Волочок, второе, Вышний Волочок-Трасса-Кола, третье, Трасса-Кола-Поворотно-Петрозаводск и так далее. Я уже начинаю путаться вот в этих сериях, а если еще делать вот такими кусками, то я точно зашьюсь через месяц или через два и потом оттуда не выгребу. Так, и в-третьих, это тоже не поправить, быть в километре от Ладоги и Онеги и не сделать фото и в других интересных местах. Было у меня намерение проехать, вот, насколько возможно заезжать во все города, делать короткие видео о городах, о красивых местах. Но по времени на это нужно, я думаю, не меньше полугода уехать и, значит, заезжать, фотографировать все это, делать компактный фильм. Но я ограничен во времени, потому что опасался уже осенней погоды. Это снегопада, гололеда, на трассе, на обратном пути уже из Магадана. Я не заезжал в города на трассе Колыма, потому что, скажу откровенно, жалко было машину. Потому что дороги в этих небольших городах в жутком состоянии, разбиты в пух и прах. Там пройти невозможно и то, чтобы проехать. Но на обратном пути, значит, я заехал в Якутск. Тоже посмотрите, в каком состоянии дороги там. Ну а от Владивостока я уже заехал в Находку, в другие города заезжал, на Байкал. То есть максимально возможно было захватить что-то, я туда заезжал. Но опять-таки для меня стояла задача, как можно быстрее успеть проехать до снегопада, до осадков. Вот снега, льда, я этого больше всего опасался. Поэтому по возможности я заезжал в некоторые города Оренбург, там еще что-то такое было. Воронеж, по-моему. Я даже попал вот в снежный плен на перевале по Дыркутскому. Тоже видео будет, посмотрите. Во-первых, я ехал на летней резине. Ну много причин, которые, ну невозможно, вот как сказал поэт, в одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лани. Так что у меня основная задача стояла это показать состояние дорожного полотна и инфраструктуру на трассе. Ну а по видеорегистратору я уже несколько раз уже к этой теме обращался. Еще буду обращаться, возвращаться. Пока нет такого видеорегистратора, который бы меня полностью устроил, чтобы картинка была четкая, ясная. И значит максимум информации можно было, ну как бы на экран вытащить. Вот был у меня Акинори, там можно было встраивать картинка в картинку, карту и одновременно трассу показывать. Но она мало информативна, но показывает курсор, вот передвигается на небольшой участке. Эта картинка в картинке занимала примерно четвертую часть экрана. И сейчас можно сделать, может быть я и попробую это сделать, картинка в картинке. Вот это будет затратно по времени. Вот, ну попробую как-нибудь на каком-нибудь участке это сделать, просто одну серию. Ну, опять-таки, я уже пробовал, делал картинка в картинке, вот с датакама, с видеорегистратора. И там, ну во-первых, многим не понравилось, потому что картинка в картинке, треть экрана занимает, даже четвертую часть экрана, ну маленькую часть, на карте тогда ничего не разобрать абсолютно. Вот, и картинка скрадывает общую панораму, мешает посмотреть на окружающую природу. Вообще-то, я говорю, вы правы, абсолютно, чтобы снять качественное видео со всей информацией, нужен принципиально другой видеорегистратор. И с огромной памятью, и с различными настройками. Ну, у меня вот пока такой возможности не было, ну уж, наверное, вряд ли будет, пока таких видеорегистраторов я не встречал. Вот у Датакам-5, я говорю, там стоит компас, и какие-то населенные пункты показывает, находятся, есть такой видеорегистратор, но там одна карта памяти. Это очень неудобно, потому что ее не хватит на весь день. Вот, и часто было так, я пользовался другими видеорегистраторами, когда видеорегистратор просто-напросто выключался или начинал писать, удаляя первые файлы. Было такое. В целом, вы правы, я говорю, вот, может быть, придет время, когда будут видеорегистраторы, позволяющие максимум информации выводить, и так, чтобы не мешать основной картинке, и так, и в то же время передавать максимум информации и по высоте, и по скорости движения, по ускорению и так далее. Я сам переживаю, что вот таких регистраторов я пока вот не встречал. На мой взгляд, вот сейчас, ну, насколько я могу судить, это вот два лучших видеорегистратора. Это TrendVision и Datacam 6 Max. Вообще, было бы в идеале, чтобы запись велась не на карту памяти, а сразу на внешний жесткий диск, чтобы не тратить время на привале, на переброску этих видео, на внешний жесткий диск. А ведь переброска у меня занимает где-то до трех часов. Вот я приехал, установился на ночевку, на привал, и начинаю перебрасывать. Три часа идет переброска видео. Ну, я имею в виду оба видеорегистратора, и TrendVision, и Datacam 6 Max. Около трех часов, даже больше. И уже из последних сил ждешь, когда это закончится переброска. Уже вырубаешься просто-напросто. Ну, к этой теме я еще вернусь, наверное, в следующей серии. А сейчас я вам благодарен за конструктивную критику, за пожелания. Я это очень ценю. Ну, попробую сделать одну серию, какую-нибудь картинка в картинке. Ну, сами оцените, насколько это... Насколько она будет отвечать вашим требованиям. Да, у меня была цель сделать очень качественное, максимум информативное видео. Но то, что той базы, которую я располагаю в настоящий момент, сделать так, как я хотел бы, это, к сожалению, невыполнимо. По техническим причинам. Даже вот к этим видео у меня серьезные претензии в том плане, что это примерно треть, может быть, четвертая часть. Картинки теряется. Видеорегистратор не может передать полностью все тонкости, нюансы и цветовую гамму. Вот смотришь реально на природу из окна автомобиля и на картинку на компьютере уже разница существенная, сильно отличается. Ну, я говорю, это вот сейчас техника развивается. Может быть, со временем будут такие видеорегистраторы, которые можно будет размещать не в салоне автомобиля, а, например, на крыше или на капоте. Вот, чтобы очень хорошо ловил спутники, позиционировал на местности и чтобы можно было дистанционно вести корректировку записи. Может быть, где-то ускорять, может быть, замедлять где-то. Ну, техника развивается. Когда это будет, я не знаю, потому что я был на форуме Датакам и высказал свои пожелания, претензии, что, во-первых, Датакам очень чувствителен к температурному режиму, чуть превышает температуру видеорегистратора 60 градусов, он уходит в аварию. Ну, у меня был ответ такой, который вызвал гамму возмущения. Менеджер мне ответил, что Датакам 6МАК не предназначен для длительной записи. Вот мотоциклиста опять рванули. Вот с ними я повстречаюсь возле Стеллы Полярный Круг. А так вот, я вот сейчас, как соль на рану, что из того, что было задумано, как представлялось, ну, не реализовалось и на 50%. Было намерение писать на фронтальную камеру, поставить Датакам, но очень плохой приемник. Тогда у Стеллы Полярный Круг встретимся, наверное. очень плохо ловят спутники. И позиционирование очень плохое у Датакам 6МАКС. Я спрашивал про внешнюю антенну, но такой антенны для Датакама нет. Вот он движет на свои там заморочки. Хорошая машина, но тут нет автоматической экспозиции. То есть, надо или на дорогу смотреть, или на картинку. Когда замечаешь, что картинка, яркость меняется, вот, ну, трудно оценить, яркая картинка или нет. Приходится вручную экспозицию как бы подстраивать. Чуть зазевался. Ну, такие будут случаи. Это на Р-504. Когда смотришь на дорогу, в первую очередь, потом обращаешь внимание на видеорегистратор, видишь, что там картинка совсем блеклая. Он или в аварии ушел, или вообще какое качество пишет, просто не знаешь. Проблем много, проблем много, но вот я думаю, со временем, когда будет аппаратура, позволяющая все пожелания. Так, пришло сообщение от Саммер Вей. Спрашивает, скоро полярный круг? Ну, до полярного круга примерно еще километров 150, наверное, 200. так что, Сергей Трошин, я разделяю ваше критическое замечание, ну, кроме того, что вот плейлист разделить на эти части. я говорю, это тут нужна команда, группа, кто бы этим занимался, а в одиночку, это очень тяжело. Вот. Благодарю, конечно, за внимание к моему видео, за критические замечания. Вот. Это мне здорово помогает. Ну, я говорю, что этих тем я уже касался на эти вопросы. Не на вопросы, а эту тему я уже поднимал по видеорегистраторам, по качеству и так далее, и так далее. Ну, еще буду, наверное, не один раз к этому обращаться, потому что дорога дальняя, что-то говорить нужно будет. Вот. Вот у меня, говорю, вот сейчас делать картинка в картинке, например, на трассе Экола. Вот. Ну, вот что я смотрю на карте. Ну, ничего там, абсолютно ничего нет, к чему можно было бы прицепиться. просто вот голубые пятна озер, болотистая местность и все. Ну, я говорю, я попробую выбрать время и какую-нибудь часть, ну, может быть, пробную, одну серию сделаю картинка в картинке. Но это не будет постоянно, потому что картинка в картинке, говорю, будет отнимать очень много места от основной картинки. Ну, основная у меня цель показать состояние дорожного полотна и инфраструктуру для тех, кто собирается вот в дальнюю поездку. Кому это очень важно. Ну, а со временем, я думаю, разместить видео из бокового окна, съемка из бокового окна. Субтитры создавал DimaTorzok